Марин, я тебе сегодня предлагаю поговорить на очень актуальную тему старения, или наоборот, долгой молодости. Мне сейчас 30 лет, для меня вопрос очень актуальный, стареть я не хочу. Ну да, тема действительно актуальная. Хочу тебе сказать, что мне 52, и я чувствую себя гораздо лучше, чем чувствовала себя там 10-15 лет назад. Поэтому молодость это не возраст в паспорте. Это не цифра в паспорте. Молодость это состояние души. Это то состояние, в котором ты находишься, когда интересно жить. Это понятно всё. Но тем не менее, ты в свои 52 можешь похвастаться не только состоянием души, но прекрасным внешним видом. Поэтому давай будем делиться секретами молодости и красоты. Ну да, давай. Всем привет, меня зовут Марина Жигульска, и вы смотрите видео на канале Школы Здоровья и Ресурсов. Сегодня говорим про то, что нас старит, и как долго оставаться молодым, здоровым и бодрым. Смотрите, для начала хочу начать с того, что учёные уже определили, что после 40 лет начинается так называемый процесс антропоптоза. Что это значит? Это значит, что организм начинает разрушаться. То есть у человека есть срок гарантии. Вот как у компьютера, например, у него есть срок гарантии год. Может больше проработает, конечно, но год точно. Вот у нас есть срок гарантии на 40 лет. Следующие 40 лет уже эволюции не предусмотрены. И тут уже от нас зависит, как мы их проживём и в каком состоянии. Но 40 лет это вот то, на что рассчитан организм. Причём у этих 40 лет есть точка, которая вот на пике просто. И это 27 лет. Это когда организм развивается, когда гормональная система. Ну то есть всё только набирает обороты. А после 27 начинаются процессы угасания. Может быть, кстати, поэтому 40 лет не отмечают. Потому что 40 лет такой рубикон, как бы рубеж. И, конечно, как мы сохранили свой организм до 40, так мы будем жить после. Наверняка вы замечали или слышали от кого-то, что вот после 40 как-то всё совсем по-другому стало. Всё посыпалось. У меня, кстати, точно так же было. Так вот, что нас старит? Какие такие вещи влияют на то, как мы будем выглядеть и чувствовать себя как раз после этих 40? Досмотрите это видео до конца. И в конце я расскажу три своих самых главных секрета долгой молодости. Итак, для начала, конечно же, это питание. Почему питание? Потому что питание это стройматериал для всех наших клеток, гормонов, ферментов. И для всех процессов, которые происходят в нашем организме. И по питанию здесь я хочу сказать, что нет такого понятия правильное питание. Потому что наверняка вы сейчас думаете, ну-ка скажи, что мне надо есть. Я не знаю, что конкретно вам надо есть. Потому что отталкиваясь от того состояния, которое вы сейчас имеете, от этого будет зависеть ваш рацион питания на ближайшее время. Я против демонизации продуктов. Я против того, чтобы сидеть на диетах всевозможных. Я против подсчета калорий. Я за то, чтобы наш организм получал все нужные ему нутриенты. И это тоже очень индивидуальный такой вопрос. Но тем не менее, есть продукты, которые про красоту и молодость. А есть продукты, которые про старость и увядание. Так вот, продукты про красоту и молодость. Это, конечно же, безусловно, жиры, которые обязательно должны быть у вас на столе. Это белки, которые должны усваиваться. Как и жиры, кстати, тоже. И это углеводы правильные. Правильные, это значит из овощей и зелени. А те продукты, которых не должно быть в вашем рационе, это, безусловно, сахар. Сахар ни в каком его виде. То есть, если вы здоровый человек, то ложку чайную сахара ваш организм вполне в состоянии усвоить. Но тут надо иметь в виду, что это не просто ложка, которую вы положили в чай. А это все скрытые сахара, которые сейчас есть в разных продуктах. Это в том числе мед, это финики, это сироп топинамбура и так далее. Второй продукт это глютен. Глютен тоже не так, чтобы вот прямо, о, глютен, боже, что мне теперь есть? Нет, в моем рационе, например, прекрасно присутствует глютен, но просто его немного. Если это, например, кусочек хлеба, на который я намазываю масло и кладу кусочек рыбки, то это вполне допустимый глютен. Но когда глютен начинает преобладать, он приводит к разным проблемам и патологиям в кишечнике, а оттуда уже зацветают все ваши остальные состояния и патологии. И третий продукт это, пожалуй, молочка. Молочка тоже очень спорный продукт, потому что за что можно любить молочку, так это точно не кальций, потому что кальций там, ну, плохо биодоступен, так скажем, для нас. А молочка цена за жиры, но жиры мы можем получать из других продуктов. И подробно про молочку я уже рассказывала на своем канале, переходите, смотрите, там много подробностей и нюансов. И еще, пожалуй, один продукт, который однозначно не должен присутствовать в вашем рационе, это трансжиры. Но если честно, трансжиры, они, как правило, встречаются всегда в сочетании с сахарами и молочкой. Потому что это вся выпечка, это фастфуд, это тортики, ну, это вот все то, что, в общем-то, относится к категории быстрых углеводов, ломающих наш организм насмерть, и категории трансжиров. Ну, и, естественно, там много скрытых сахаров. Поэтому трансжиры не вариант выбора для человека, который хочет оставаться долго молодым, здоровым, бодрым. Прекрасно по питанию, вроде понятно. Ну, то есть, если я нормально питаюсь, у меня есть правильные жиры, у меня усваивается белок, у меня достаточно клетчатки из овощей, и я при этом не ем сахар, глютен и молочку, все, долгая молодость мне обеспечена. Нет, это всегда комплекс мер. То есть, безусловно, это питание. Безусловно, это водный режим. Потому что вода является, во-первых, естественным растворителем всех токсинов, которые у нас же есть, эндотоксины и экзотоксины, которые внутри, которые извне, они должны как-то вымываться. Вода является переносчиком биологически активных веществ, которые питают наши клетки. Ну, и, в принципе, без воды, конечно, мы увядаем, мы ссыхаемся, как урюк, как сухофрукт. И поэтому вода, конечно, должна быть, обязательно должна быть. Ну, и нельзя забывать о том, что не только от питания все зависит. Потому что, чтобы у вас усвоились все вот эти полезные вещества, чтобы вывелись ненужные вещества, в вашей жизни должно быть движение. Правильное движение, которое нейтрализует застойные процессы в организме, а, следовательно, профилактирует воспаление. Которое доставляет, например, кальций в кость. Без движения это невозможно. Которое, например, позволяет вам двигать лимфатическую систему. Это канализация нашего организма. И, следовательно, детокс у вас будет происходить достойно. То есть, без движения вообще никуда и никак. И когда мне люди говорят, что я три раза в неделю хожу в спортивный зал, и поэтому у меня с движением все нормально. Я говорю, а остальное время что делаешь? Он говорит, ну, остальное время я на работе, сижу в офисе. Это не движение, друзья мои. Движение это когда перманентно и постоянно, каждый час вы встаете, что-то делаете, двигаетесь, как-то разминаетесь, подтягиваетесь в конце концов, чтобы кровообращение у вас было. Ну и движение это, конечно же, стройная фигура. Там, знаешь, есть люди, даже в моем окружении есть такие люди, которые вот, ну, можно сказать, ну, здоровый образ жизни. Вот не пьет, не курит, по питанию все соблюдает, в зал ходит регулярно, тело там, все вроде бы прекрасно, но вот все равно ты видишь, что старение идет довольно быстро, блеск в глазах уже пропал, и этот человек еще и тебе рассказывает о том, как он по врачам ходит. Почему так получается? Можно все свалить на генетику. Чем у нас занято сейчас? Основное большинство. Все, что не могут объяснить, сваливают на генетику. На самом деле это не так, потому что моя мама, например, я помню, как она выглядела в 40 лет, и моя бабушка тоже, они выглядели гораздо хуже, чем я сейчас, поэтому генетика здесь ни при чем. Что еще важно? Смотри, конечно же, вот тот человек, про которого ты сейчас говоришь, скорее всего, живет в хроническом стрессе. И, скорее всего, плохо спит. Неправильно спит. То есть ложится за полночь, встает, возможно, и пораньше, а потом весь такой ходит заторможенный весь день, может быть, где-то там приляжет отдохнуть. Вот сон это немаловажно, потому что во сне именно происходит процессы регенерации, обновления клеток, вынос мусора происходит ночью. И поэтому дорога к красоте и молодости лежит через хороший качественный сон. А еще один немаловажный фактор, который вот это все стирает просто, как ластиком, да, это стресс. Если человек живет в хроническом стрессе, ничего этого не поможет. Хронический стресс убивает нас изнутри, медленно и постоянно. Надо понимать, что есть разница между острым стрессом и хроническим стрессом. Хронический стресс – это не ситуация, это наша реакция на ситуацию. И поэтому, когда мы живем в тревоге, в беспокойстве, вот в каком-то нервике таком, вот это и есть хронический стресс, который нас убивает. Люди-то думают, что не, ну я практически сейчас не нервничаю. А для этого не обязательно нервничать. Обычно люди, которые живут в хроническом стрессе, у которых изнашивается организм, они вполне себе очень даже спокойные. Ну просто внутри происходит вот та самая война, которая медленно убивает, ну и как минимум старит. Именно поэтому в своей, например, флагманской программе «Перезагрузка» мы начинаем именно со стресса. С коррекцией стресса начинается любой протокол восстановления. И сегодня я хочу поделиться со всеми зрителями канала одним из важных уроков из вот флагманской программы «Перезагрузка» по стрессу. Он так и называется «Стресс», он есть в открытом доступе. Переходите и смотрите. Мы часто делаем акцент в красоте, молодости. Это, ну как минимум, там тренажерный зал, чтобы более-менее фигура соответствовала. Это косметолог, ну чтобы как минимум там лицо привести в порядок. Это парикмахер, например, чтобы какая-то прическа была. И одежда. Но на самом деле молодость – это взгляд. Это ваш вот этот вот взгляд с интересом к жизни. Молодость – это энергия. Это энергия, которая от вас исходит. И поэтому даже если вы огромные деньги потратили у косметолога, даже если вы там сделали себе прическу, одели самую лучшую одежду, но при этом у вас потухший взгляд, и вам не очень-то хочется пробовать что-то новое, что-то создавать, общаться с людьми, то, конечно, это молодостью не назовешь. Это, скорее всего, вот такая красивая какая-то витрина, а внутри пустота. Поэтому нутрициология, она предлагает как раз начать вот с этой внутренней, с вот этого внутреннего состояния, когда блестят глаза, когда хочется просыпаться, когда даже в 45 лет ты можешь начать, например, новый бизнес и вполне успешным его сделать. То есть это не цифра в паспорте. Возраст – это состояние души. И нутрициология как раз этим занимается. А дальше уже, когда у вас есть энергия на все вот это, сделаете себе прическу, новый стиль какой-то найдете. Ну и к косметологу сходить тоже, конечно, не помешает. Но начинается все всегда с внутреннего состояния. Очень обнадеживающе. Я вообще, глядя на тебя, могу точно сказать, что у меня тревога пропадает по поводу возраста. И понимаю, что там после 50 тоже жизнь есть. Давай обещанные три твоих самых главных секрета молодости. Как ты в 52 года так классно выглядишь? Я когда лечила диагноз, мне, конечно, тогда тоже была нужна и красота, и молодость, но на первом месте стояло здоровье. Я поняла, что одно и то же работает, когда мы восстанавливаем здоровье и когда мы возвращаем красоту и молодость. И три момента особенно актуальны. Первое – это сон. Я регулярно ложусь спать до 23.00. И у меня когда-то тоже была проблема заснуть в это время, сейчас уже этой проблемы нет. Я встаю желательно вот прямо с первыми лучами солнца. Ну, 6-7 утра – это уже я просыпаюсь, причем это происходит без будильника. И засыпаю я. Когда я засыпаю, у меня где-то за час-полтора-два я убираю все гаджеты и источники синего света. Второе – это секс. Неожиданно. Неожиданно. Потому что это и физическая активность, это и хорошее настроение, это и гормоны, и нейромедиаторы, это все в порядке. Но для того, чтобы его хотелось, ну, то есть, во-первых, лечебный секс, только тогда, когда вы его реально хотите. Не когда вы отрабатываете это, да, потому что это супружеский долг, а когда вы реально этого хотите. И для этого нужно физическое здоровье. Для этого нужен хороший баланс нейромедиаторов и гормонов. А это как раз питание, стресс, все такое прочее. Все, что мы делаем на наших программах. Это комплексное восстановление организма, комплексный подход к организму. А третье, пожалуй, будет, наверное, самое неожиданное. Это то, что я у себя на первом месте. Сначала я для себя. Я живу для себя, я работаю для себя, я деньги зарабатываю для себя, я исполняю свои желания и хотелки. То есть, я балую того ребенка, который живет во мне. И для того, чтобы ему было кайфово, мой взрослый работает, мой взрослый зарабатывает деньги, принимает решения, берет на себя ответственность. Я это делаю не потому, что надо детям помочь, не потому, что надо соответствовать, а потому, что так я хочу. Без всяких объяснений. Просто я так хочу. Я делаю то, что мне в кайф в данный момент. Если я только-только увидела, познакомилась с тобой, услышала про нутрицологию, с чего вообще начать? Все классно, интересно звучит, а что делать-то? Это всегда самый актуальный вопрос. У меня он тоже, кстати, стоял. С чего начать? За что браться? За что хвататься? Я подготовила три бесплатных урока, которые можно найти по ссылке в описании к этому видео. И там как раз с чего начать. Эти уроки абсолютно бесплатны. Надо их посмотреть и сделать то, о чем я в них говорю. Это будет очень хорошее начало. На сегодня все. До встречи в новых видео и оставляйте комментарии, если вам было полезно. Или поделитесь своими секретами красоты.